Продолжаю рассказ строительного эксперта о работе в судах при рассмотрении дел о заливах квартир. Вот на этой фотографии мы видим прекрасно, что после залива обои отошли от стен, а которые были оклеены потолок, вообще обвалились. Оторвались полностью от основания. Значит, здесь что произошло? Кондиционные стоки залили в вышележащую квартиру. Ну, естественно, часть прошла в квартиру, которая ниже, вот это как раз она и есть, что привело к многочисленным повреждениям отделочного покрытия. Вот вторая комната мы видим. То же самое, значит, везде обои пооторвались на потолке. Вот видим там такие жёлтые пятна, но эта вот комната, она далеко была от туалета, но ещё не совсем такие стоки большие были. Но, тем не менее, мы видим, что повреждения квартиры довольно значительные. Вот ещё один вид. Вот также то же самое мы видим прекрасно, что обои потолочные отходят от основания. Видим, очень хорошо было залито всё. Вот. И, конечно, здесь теперь нужен полный ремонт в квартире. Поэтому в том виде, в котором она есть, она, конечно, отделка существовать не может. Вот здесь это та же комната, в которой мы только что смотрели с вами, где обои отошли от основания потолки и порвались. А это вот в местах сопряжения перекрытия со стенами, угловые сопряжения. Видим здесь коричневые тёмные пятна, что очень характерно при заливах из санузлов, когда сантехнические коммуникации забиваются в санузлах и начинается затопление квартир. Вот такие, так сказать, тёмные пятна всегда присутствуют при подобных заливах. Вот это вид ванной. Ну, то же самое мы видим подвесной потолок из пластика, там всё пролилось, по стенам лилось. Видим потёки очень сильные, такие пятна коричнево-ржавого цвета, тёмные пятна. Зальё был сильнее, видимо, что даже повреждена сильно очень окраска, окрасочное покрытие даже смыло. Это говорит о том, что большое количество влаги поступало на стены, что привело к подобным повреждениям отделочных покрытий в ванной. Вот также часть ванной. Вот мы видим здесь не только тёмные пятна, но и вода просто лилась и смывало окрасочное покрытие. То есть, о чём это свидетельствует? О том, что количество влаги, поступившей в ванное помещение, очень много. Ну, конечно, ванна же рядом с туалетом. Протечка была в туалете. Вот такие вещи, значит, попало из туалета в ванную. И в результате вот такой сильный очень залив произошёл. Всё же рядом, поэтому воды поступило очень много. А это вид туалета. Ну, вот где произошёл залив выше лежачей квартиры. Ну, вот сами видите, что тут творится. Тут вообще лилось неимоверное просто количество воды с антикоммуникацией. Вот, и всё буквально тут обои, которые, они все повреждены, естественно. Поэтому на них вот такие очень большие разводы, такие тёмные пятна. Вот, теперь только необходимо, значит, обои снимать. Стены нужно протравливать специальным составом, чтобы убрать эти тёмные пятна. И по-новому всё наносить отделку. Либо красить, либо опять окнаивать обоями. Ну, вот ещё вид туалета, только ещё ниже взят. Мы здесь видим, что всё лилось по стенам до самого низа. Вот уже там, где плитка и облицовка. На стенах, вот прям где вот в этой месте, где проходит стояк вертикальный, сантехнический, там лилось, хотя там должно быть замонолично. Но, видимо, замонолично не очень было хорошо в перекрытии. Вот, и влага свободно проникала сюда и лилась на отделочное покрытие стен туалета. И такие огромные повреждения произошли. Ну, это тоже вот туалет. В зоне вентиляционного отверстия видим там, где вентиляционный канал. Делось по каналам там или рядом с каналами. Скорее всего рядом, потому что дом панельный. И швы между плитами вот очень хорошо заметно протекает. Но и тем не менее, если посмотреть внимательно, мы видим на поверхности обои, такие белые пятна. Это сверху лилась влага, отделочное покрытие было покрашено стен, и краска вместе с водой, она лилась на нижележащий этаж. Потом она проступила на обоях. Ну, а темные пятна, это вся грязь, которая в сантехкоммуникациях, все буквально, оно тоже прошло, и отложилось на лицо и поверхность отделочного покрытия. Теперь все убирать, нужно все, так сказать, перекрашивать, протравку делать. Очень много работы. Ну, то же самое, туалет видим здесь. В общем, туалет так был залит, что там, ну, дальше некуда. Все, что можно было залить, только все залили. Вот видим белые пятна кругом, темные пятна, типа ржавчины. Там места, как говорят, живого не было, не осталось. То есть, залили очень хорошо. Поэтому, конечно, ремонт тут очень большой. Ну, вот мы, это фотографии, мы видим, что стоки лились в отверстия для крепления приборов освещения. Поэтому повреждения, они практически присутствуют во всех комнатах, во всех помещениях квартиры. Ну, что же сказать об этом деле. Суд долго разбирался, потому что ответчик никак не хотел признавать свину. Я, мол, не виноват. Вот, я тут ни при чем. А ответчик по делу признали кого? Управляющая компания. В чем там делать было? Там забился стояк вертикальный. Стояк забился вертикальный, хотя вот он забился в уровне вот этой квартиры, которую залили. Вот, и все стоки сверху, это был пятый этаж, а впереди еще четыре, а сверху еще четыре этажа. Вот, все стоки стали через унитаз, ванну, раковину на кухню поступать вот в эту квартиру. Вот, ответчик, я тут ни при чем, управляющая компания, я ничего не знаю. Но, согласно нормативных документов, ответчик, то и управляющая компания была обязана два раза в год прочищать вертикальные стыки. Конечно, ни одна компания никогда ничего не чистит, только собирает деньги. Вот, и при любом, так сказать, происшествии стараются уйти от ответственности, никому ничего не платить, деньги карманить себе. Вот, но тут ничего не удалось. То есть, ребята оказались, ответчик, естественно, очень стойкий, и сверху, который сосед залил, и тот, которого залили, они сказали, нет, это ваша вина, будьте здоровы платить. Вторая инстанция тоже рассматривала это дело областной суд, тоже признала ответчиком управляющую компанию. Так что управляющая компания налетела на очень хорошие, так сказать, убытки. Вот, ну и по делам, потому что, сами понимаете, мы все сталкиваемся с управляющей компанией, это люди, которые только собирают деньги. Они делать никогда ничего не делают, по любым к ним обращайся. С просьбами ничего никогда они делать не будут. Так что, увы, ну хоть так их наказали, и то хорошо. Потому что они привыкли только деньги брать, а отрабатывать эти деньги они, конечно, не хотят. Так что все закончилось благополучно. Ну, ну, конечно, людям, что, квартиры, которую залили, и которые залил, придется делать в квартире полностью новый косметический ремонт. Ну, хотя бы, так сказать, в финансовом плане им какая-то помощь в взыскании убытков с управляющей компанией. Продолжение следует...